Всем привет, друзья! С вами Federal Origin и сегодня у нас обзор и сравнение двух китайских тактических ручек с Алиэкспресс. Итак, распаковку ручек вы видели в ускорном режиме, чтобы не удлинять ролик. Значит, что за ручки? Первая ручка это какая-то китайский бренд, я не знаю, Laix B2H. Вторая это вообще какой-то тоже китайский no-name. И не удивляйтесь, взял для сравнения пилотовскую ручку G205. Просто для того, чтобы посмотреть, насколько по характеристикам она отличается от этих двух представителей тактической ручки. Ну и для сравнения давайте перейдем к техническим характеристикам. Начнем с длины. Для этого у нас есть линейка по ГОСТу. Первая самая жирная ручка. 149 миллиметров. Вторая no-name. Как нам ее измерить? 147 где-то. И третий пилот 143. Ну, в принципе, длина примерно одинаковая у всех трех. Параметр, который не сильно отличается друг у дружки. Посмотрим, что там с толщиной. Там генциркуль есть. Давайте измерим в самой толстой части. Например, вот эту жирную для начала. Laix. 114,8 миллиметра, грубо говоря. Вторая тактическая no-name. 13,7 пускай. Немножко раскрутилось. И пилот. Не знаю, где тут самая толстая часть. Наверное, здесь. 11,2. Так, с толщиной в толстой части покончим. Ну и самое интересное, естественно, так как ручки... Так, извините за шум. Так, ручки две металлические. Давайте посмотрим их массу. Самая тяжелая у нас вот эта, наверное, Laix. 48, 48. Вторая no-name. 31 грамм. 31 грамм. И пилотовская. 10. 10. Вот, разница, как вы видите, довольно сильная. Не буду пока убирать весы, пускай здесь стоят. Пообъясню почему. С точки зрения удобства пользования, да. Было время попользоваться обеими ручками. Ну, тремя ручками. Эта ручка я обычно пользуюсь. Вот. По поводу Laix. Очень тяжелая ручка. 48 грамм. Открывается она поворотом. Ну, открывать ее удобно. Довольно тугой, кстати, механизм. Это хорошо. Вот. При написании очень тяжелая часть, верхняя, и перевешивает. Плюс ручка очень толстая. В руке держать неудобно. Что касается второй ручки, которая весит у нас 32 грамма, намного легче. Открывается она, снимается вот этот колпачок. То есть, пишет, вот она вот так. В руке держится. И ее держать уже намного удобнее. Во-первых, потому что она меньше по толщине. То есть, пальцами зажимать намного удобнее. И плюс часть массы, которая является составляющей ручки, она в колпачке. И когда мы его снимаем, ручка уже не 32 грамма, а 21. И 21 по сравнению с 10 уже хоть как-то можно там коррелировать, да, эти массы. Эта ручка намного удобнее в этом плане. Ну, разбирается. Эта ручка вообще простая. Она из четырех частей стоит. Там вот пружинкой паста сама. Тоже ничего нету. И, собственно, колпачок. Вот колпачок. В принципе, такой вот я придумал вариант откручивания, когда вертикально располагаешь, закручиваешь, откручиваешь. Удобно. Ну, вот эта ручка посложнее устроена. Тут она тоже откручивается. Можно разобрать. Больше составных частей. Она такая более массивная. Кстати, вот эта часть. Это, по-моему, уже. Хотя, может, тоже алюминий. Какой-то сплав странный. Здесь даже уплотнительное кольцо резиновое, чтобы влага не попадала. Ну, и вообще, она такая, конечно, помассивнее выглядит это все. Более, скажем, такая боевая. Боевой вариант. Сейчас там запихну. Вот. И также откручивается у этой ручки вот этот вот клипс. Здесь возможно ее открутить. Ну, сейчас откручивать не буду. Ничего там интересного нет. Буквально пару слов еще хотел сказать вообще про тактические ручки. Изначально они созданы как предмет для самообороны. Плюс второе ее предназначение – это в аварийной ситуации выдавить стекло. В принципе, выдавить стекло можно любым крепким предметом. Металлическая палочка подойдет. Но ручка, конечно же, удобна, потому что она всегда при вас. Насколько важна ее массивность, то есть тяжесть, мне кажется, не сильно важна. Как такой, так и такой ручкой можно легко выбить стекло. А вот что касается письма, то, конечно же, эта ручка намного удобнее. Она легче, она тоньше. И писать каждый день ей удобнее. Открывать и закрывать способ я вам уже показал. В общем, друзья, если вам понравился ролик, ставьте лайки. Если хотите посмотреть ролик про изобретение шариковой ручки, обычной шариковой ручкой, то кликайте здесь. Другие истории изобретения кликайте здесь. Подписывайтесь на канал. А с вами был Федер Ориджин. Всем пока!